Итак, друзья, сегодня либо батон развалится, в прямом смысле этого слова, либо он начнет принимать очертания красивого автомобиля. Для этого мы приехали в автобокс, а они опять вызвали ментов. На сегодняшний день у батона есть две проблемы. Первая проблема – это то, что сам кузов, он очень широкий, и, соответственно, колеса у нас где-то в глубине, их не видно. Вы скажете, поставь проставки, но проставки – это слишком дорого, слишком банально. Это абсолютно не наш путь. Вторая проблема – это то, что машина непропорционально низкая и широкая. Не сложно сложить один плюс один, получить три, и понять, что нам снова нужно взяться за болгарку. Продолжение следует... Запомните, друзья, если вы режете машину вдоль, то изменять ее размер вширь или в усть, неважно, в какую сторону, нужно ровно на 23 сантиметра. Не спрашивайте меня, почему, просто запомните. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok пилить машину вдоль это абсолютно нормальная идея современного инженера конструктора даже сидя на крыше на этой самой руках 230 болгарка это тоже более-менее адекватная затея была но вот как мы это теперь воедино будем собирать у нас же морда вообще теперь ни на чем не держится то есть она болтается относительно сама себя даже вот что это вот как-то так плюс-минус километр чабом ловить у нас проблемка у нас окончательно разлетелось хлебала потому что стойка как бы передняя она полностью отвинтилась и перед упал на землю отдельно все так как мы не уверены а если быть точным и наоборот уверены в том что у нас не получится состыковать две половины крыши в ровное нечто мы доработали одну из них уже ригелями здесь они приварены вторая половина когда мы ее наденем должна в них зайти и зафиксироваться потом еще какую-нибудь железку вдоль положим которая будет держать это все в горизонте более менее и может быть тогда получится что-то единое цельное но это не точно что-то Продолжение следует... Я вам расскажу про всю боль настройки кузова, у которого отвалилась морда. Значит, мы сначала приварили, потом отрезали, положили туда трубу, приварили. Потом вот здесь мы приварили, отрезали, потом положили еще трубу, приварили. Потом мы здесь вот отрезали и приварили заново. Это нормально. То же самое было сделано здесь. Мы сначала приварили, нам не понравилось. Мы отпилили, что-то поменяли, приварили, усилили трубой. Знаете что? Один хрен, оно не закрывается. И настраивать это дальше нам очень лень. Ну и вообще, это не серьезно абсолютно. Тем более, у нас вообще мало точек крепления перед автомобилем. Поэтому мы решили сделать единственное правильное решение в этой ситуации. Двери нам больше не нужны. Мы их сейчас возьмем, как-то приложим и приварим. Вот это будет самая четкая тема. Они будут держать морду, при этом они не будут открываться на ходу. В общем, мы решим абсолютно все свои проблемы одним сварочным швом. Нет, не одним. Итак, друзья, ну дверь мы заварили. Получилось очень неплохо. Даже не сразу понятно, что она заварена. При этом морду держит, ну, прямо вот хорошо. Вся машина шатается. Но потом что-то пошло не так и нам надоело варить. Поэтому вторую дверь мы просто зафигачили на саморезы. Выглядит еще лучше. Держит абсолютно так же. То есть, никуда ее не вырывает, шатается вся машина. Следующий вопрос, который вы нам, наверное, зададите. Что вот это вот за хрень? И как мы будем избавляться от этого ирокеза? Такое впечатление, что мы на Медь Джедая наехали и проехали. Вот. Но у нас все схвачит. Мы сейчас приклепаем то, что отпилили. Субтитры сделал DimaTorzok Больше всего мы боялись за вот эту дверь, потому что все криво, все косо, вроде как сварено. Но эта дверь должна была открываться, потому что это единственный способ попасть внутрь этого сраного кокона. Ведь жопу мы еще закроем. Передние двери уже не существует. Да, особо через них-то и не заберешься. Поэтому за эту дверь мы больше всего переживали. Ее, конечно же, мы вешаем в последний момент. Поэтому подогнать под нее кузов уже невозможно. Кузов намертво заварен. И тут нам повезло. Вы посмотрите. Ну, понятно, что внешняя ручка у нас уже сто лет не работает. Мы открываем все через внутреннюю. Теперь даже не надо тянуть дверь. Я просто одним пальцем нажимаю на ручку, и дверь сама отщелкивается. Ну, это же прекрасно. Вот здесь реально повезло. Вот это нравится. Значит, теперь пришло время делать юбки. Юбки в этот раз мы будем делать совершенно по-другому. Не так, как было до этого. Сейчас мы юбки хотим привести к существующим порогам крауна, который у нас внутри УАЗика. Этим самым мы немножечко увеличим дорожный просвет. То есть машина будет более юзабельная. То есть мы не будем уже на каждой кочке цепляться нашими юбками за все, что лежит на дороге, за все неровности и так далее. То есть мы даже сможем выехать на оффроуд уже не так боясь. Потому что дорожный просвет нормальный. Это уникальнейший случай, на самом деле, в корочестроении. Потому что при том, что мы занижаем машину все ниже и ниже, мы увеличиваем дорожный просвет. Когда-нибудь. Я думаю, что этот проект закроется, когда машина превратится в тонкий длинный банан, в который я не смогу залезть. Вот. До этого пока что херачим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куча практических плюсов. Во-первых, я уже говорил, мы можем ездить не беспокоить, что обдерем все наши юбки. Теперь у нас хороший просвет. Во-вторых, мы можем заезжать на эвакуатор уже нормально. Не подкладывая уже какие-то огромные пирамиды из деревяшек и прочего говна. И в-третьих, самое главное, теперь у нас вот здесь нет щелей. То есть изнутри пороги все у нас зашиты. Это классно. То есть меньше сюда говна летит, во-первых. А во-вторых, ну просто некрасиво смотрелось, когда он заканчивается пол, потом полкилометра пустоты и потом только стенка автомобиля. Дальше мы будем закрывать заднюю часть автомобиля, зашивать здесь все. Я всегда был против того, чтобы закрывать жопу батона. Но так как пропорции автомобиля изменились, вот теперь закрытый пикап будет выглядеть намного лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, друзья, время 6 утра. Все по классике. Это была самая сложная серия за всю историю проекта Батон. На эту серию у нас ушло 3 дня, 2 ночи. Вот такая вот упаковка дисков для болгарки и 303, если быть точным, заклепки. Батон, он великолепен. Батон. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это мне нравится, это в нашем стиле Время уже поджимает, мафия засыпает Просыпается полиция и пока нас не приняли Нам нужно отсюда потихонечку валить Так что подписывайтесь на канал Ставьте лайки, увидимся Другие блогеры в этом не участвуют Он пришел, приехал в бокс, 5 минут поснимал Или все, если баса, да может Монтирует кто-то другой Я не могу Диваны не эксперты ни хера не делают А знаете, кто это что-то делает? Мы делаем, вот я и люди, которые мне помогают О, вот так нам надо Ай, ручка, ручка, ручка Я это вставлю Ножка больно, блядь Так, все, ладно, давай Спокойствие Только спокойствие, я плачу Я сейчас соберусь Я не могу это сказать Ладно, все, собрался, погнали Итак, друзья, одну дверь Итак, друзья, одну дверь Понимаешь, когда я говорю Одну дверь мы заварили Это подразумевает Что со второй, что-то не так Субтитры сделал DimaTorzok